Здравствуйте, товарищи! В этом видео рассмотрим с вами параметризацию построения модели в системе AutoCAD путем организации консольного диалога средствами языка Автолиск. В качестве примера выполняемой модели возьмем модель из прошлого видео по автоматизации построения модели на языке Автолиск. Давайте посмотрим, что это была за модель и программа для ее построения. Если кто-то не смотрел видео, посмотрите видео по автоматизации построения на этом канале. Итак, запускаем систему программирования Visual Lisp, VLisp. Команда в консоли. И открываем прошлую программу. Вот она. Это программа по размерам, которые задаются в переменных. Вот здесь строят модель, ну, просчетную модель стойки под вал. Подкрепление вала. Ну, давайте посмотрим. Сервис загрузить текст-редактор. Вспомним, как называлась организованная в программе команда BL-Op. Ну, от слова Build-Op. Объект, Build-Object сокращенно. Попробуем посмотреть, что настроило. Сразу повернем вид на модель, так, чтобы у нас была аксонометрическая проекция. Отключаем привязки. Ну, вот такая вот стойка, упрощенная модель. Включим затенение. Ну, вот такая вот модель. Но сейчас она строится по тем размерам, которые заданы жестко в программе. Если нужно построить модель по другим размерам, придется изменять программу. То есть, никакого диалогового взаимодействия с пользователем не предусматривается. Естественно, если программа будет использоваться для построения множества подобных моделей с разными размерами, лучше организовать диалог с пользователем. И самый простой способ организации диалога с пользователем – это организация консольного диалога. Вот здесь, вот в командной строке, программа будет выдавать запрос, пользователь писать нужный размер, и программа его отрабатывать. Ну, единственное, о чем стоит подумать, о том, чтобы вводимые пользователем размеры не могли конфликтовать друг с другом. То есть, например, если вот здесь размер нижнего сечения вот этой стойки будет меньше, чем размер основания, то стойка будет торчать, но это неправильно, даже геометрически. Либо, если здесь будет вырезаемый диаметр больше, чем внешний диаметр, то получится здесь такое большое отверстие, которое будет насквозь всего, и никакой втулки. То есть, это тоже неправильно. Пользователю надо обязательно предостеречь от простановки неправильных размеров. Давайте организуем с вами как раз диалог с средствами языка Автолисп, посмотрим, как это делается. Автолисп — это диалект языка CommonLisp, но, тем не менее, достаточно сильно отличается от стандартов общих языков CommonLisp, поскольку в нем есть средства взаимодействия и с консолью пользователя. Ну и, кроме того, некоторые конструкции языка здесь определены по-другому. Давайте с вами посмотрим. Итак, как организовать запрос из консоли Автокада какого-то размера? Ну, что такое размер здесь? Это значение переменной, которое дальше используется в программе. Переменные здесь присваиваются с помощью функции SetCoon. Сейчас переменной присваивается жесткое значение, которое установлено в программе. Давайте просим у пользователя значений переменных A и B. Благо, что это первые значения, первые размеры, размеры основания, которые сделаем как раз независимыми. Пользователь сможет ввести практически любое значение этих размеров. Ну, конечно, нужно предостерегать пользователя в том числе отвода текста вместо числа или отрицательного нулевого значения, там где это не положено. Ну, будем считать, что у нас пользователь все-таки квалифицированный, и поэтому не будем рассматривать совсем уж вырожденные случаи для упрощения программы. Итак, попробуем организовать диалог ввода размера A, это длина оснований. Для взаимодействия с консолью, для обеспечения ввода из консоли в Автолиспе определены функции ряда get, то есть это getString, getInt, getReal для ввода, соответственно, строки целого числа или вещественного числа. Кроме того, есть getPoint для ввода точки напрямую, чтобы можно было еще мышкой ввести точку, его ввести три координаты точки в консоли. Ну, здесь нам, поскольку это размер, нам нужна функция для ввода вещественного числа, поэтому используем getReal. Ну, хотя вот здесь значения были в примере сделаны целыми, ну, конечно, это не совсем корректно, поскольку, вообще говоря, значения размера, в том числе и в миллиметрах, могут быть и дробными, и дробная часть, поэтому используем getReal. GetReal. Во всех функциях ряда get в качестве аргумента выступает подсказка, которая вводится в консоли. Не будем уж писать, введите длину основания, просто длина основания. Итак, что будет делать эта функция? Эта функция выведет вот эту подсказку, длина основания. Поставим двое точие, чтобы пользователь понимал, что надо вводить. И вернет в программу значение, которое пользователь введет в консоль и нажмет после этого M. Итак, то же самое для переменной B. Ширина основания. Ширина основания. Ну, давайте посмотрим работу этих функций. Транслируем программу в консоль. Пускай будет пока то же самое. 70-50. Мы по этим размерам построили. Ну, или другую. Например, 50-30. Будет тогда вот такое основание. Размеры основания уже меняются параметрически в зависимости от параметра, которые будет задавать пользователь при запуске программ. Давайте параметраализуем теперь вот размеров нижнего сечения стойки. Давайте еще раз построим. То есть вот эти вот размеры. Длина и ширина нижнего сечения стойки. Ну, здесь уже нам нужно предостерегать пользователь от ошибок, потому что если мы просто дадим его вводить эти значения, то он может ввести значение, которое будет противоречить предыдущим введенным значениям длины и ширины основания. Давайте с вами организуем этот ввод. Предостеречь пользователя от неправильного ввода можно с помощью организации цикла. Цикл будет повторяться до тех пор, пока пользователь не введет какие-то правильные значения, которые не будут противоречить предыдущим введенным. Вот что касается организации циклов, то функции, которые определены в автолисп, они сильно отличаются от стандартов common-лисп. Если common-лисп, там есть функции там do, do-times, loop, более общие функции. Здесь таких функций нету. Здесь есть функции, которые больше привычны для языков процедурных. Это функция repeat для организации счетного цикла без явного счетчика, for для соответственно организации счетного цикла со счетчиком, for each для обхода всех значений, которые есть в каком-то списке, и есть функция для организации цикла с условием. Это функция while. While. В которой у нас будет повторяться тело цикла до тех пор, пока истинно какое-то условие, которое здесь фигурирует. То есть какое-то логическое условие. Как мы можем использовать здесь такой цикл while? Давайте сначала сдавать значение переменной c, введем какое-то некорректное значение, начальное пускай 0, оно нам не подходит, и в качестве условия для функции while, функция while организована следующим образом, собственно говоря, и выражение этой функции, первое значение названия функции, дальше идет условие, то есть у нас условие такое, что пока у нас c либо меньше, либо равно 0, либо больше, чем a, длина основания, то есть у нас значение не может быть больше длины основания, мы продолжаем цикл и настойчиво спрашиваем пользователя ввести корректное значение c. Дальше в качестве первого аргумента функции while должно стоять логическое условие. У нас условия условия целых два, мы их объединяем с помощью дизъюнкции логического или, или это функция, первое условие будет у нас второе условие, первое условие это меньше, либо равно c нулю, и второе условие больше c чем а Обратите внимание, что здесь опять же нет операторов логических, здесь логические функции, то есть меньше, либо равно, это функция, которая сравнивает является ли первый аргумент меньшим, либо равным второму аргументу, то же самое функция больше, истина тогда, когда первый аргумент больше второго аргумента, функция или дизъюнкция истина тогда или только тогда, когда истина хотя бы одно значение аргумента. Итак, это первый аргумент функции вот это логическое условие, второй аргумент это, собственно говоря, тело цикла. В теле цикла может быть только одна функция. Если вам нужно несколько функций в теле цикла, тогда несколько выражений в теле цикла, тогда надо использовать специальную функцию для организации аналога операторных скобок в Паскале или скобок в Си фигурных. Это функция проба. Функция, которая закрывает скобки несколько выражений и для внешней функции выражение, которое будет выполняться, оно будет одно. У нас одно выражение, просто запрос пользователя. У нас будет сотку цен getreal 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 пускай дрена Вот так пока коротко напишем закрыли сетку это закрывает вайл все хорошо и давайте теперь еще посмотрим аж как используется вот это значение c, оно напрямую не используется используется значение c, c, c пополам вот это вот значение оно здесь вычисляется перед теперь вводом c, поэтому пока его закомментируем можно будет совсем удалить и здесь сделаем его как раз вычисление так ну что ж давайте посмотрим так длина основания пускай будет 60 ширина 40 длина низостойки сколько давайте сначала увидим что-то некорректное 0 спрашивает 100 спрашивает ну пускай будет 40 теперь корректное значение ну у этой F2 чтобы показать историю консоли вот но в этом в таком запросе есть недостаток в том что пользователь не видел а какие вообще корректные значения можно вводить ему приходится гадать если он не понимает логики программы или не помнит что он ввел в качестве первых значений то ему приведется угадывать какие значения корректны это не очень хорошо надо чтобы пользователь который может быть уже запускает программу например уставшим после тяжелого трудового дня то увидел перед глазами те корректные значения которые можно вводить для этого надо организовать интерактивный запрос который будет адаптироваться под предыдущие введенные значения собственно говоря ничего сложного это обычная работа со строками нужно сформировать строку который будет содержать кроме запроса для нанизостойки еще и отчисленные значения которые можно вводить давайте это сделаем возвращаемся в программу то есть перед вот этим запросом поскольку здесь уже значение а известно которое будет лимитирующим для размера c давайте сформируем строку запишем ее в какую-то переменную set кун пускаем пускай будет консольная строка вот так кн от консоль стр от строка кн стр итак наша строка будет состоять из нескольких сообщений некоторое будет жестко задано длина длина низостойки а дальше уже будут какие-то значения то есть нам нужно сложить вместе с собой несколько строк сложение строк в отличие от некоторых других языков здесь не плюс здесь функция плюс используется для сложения исключительно чисел ну и так же как во многих других языках есть специальная функция для сложения строк здесь эта функция называется strcat некоторых там языках есть concat как раз для сложения строк здесь strcat в качестве аргументов функции strcat выступают те строки которые нужно складывать первая строка у нас будет как раз длина низостойки ну с открывающей скобкой который у нас будет как раз значение чисел первое значение у нас ноль жестко то есть поскольку не надо пользователю давать вводить значение меньше нуля хотя вот для там мы не защитили пользователя от этого но можно туда будет тоже потом ставить для ввода я тоже соответствующий цикл просто пока для упрощения простой ввод а как нуля до а дальше до уже будет второй аргумент который будет как раз являться значением длины основания а для того чтобы записать здесь строку которая соответствует вещественному числу текстовому выражению вещественного числа нужно использовать функцию преобразования типов в данном случае это будет r2s real to string ну в данном случае это опять же функция есть только у некоторых диалектов common list в частности в автолиспе вот r2s и собственно наша а в качестве аргумента r2s это будет строка которая будет содержать значение а ну и дальше нам нужно оформить конец сцепленной строки будет закрываться скобка и ставится двоеточие вот такая строка будет сформирована и присвоена переменной cnstr и теперь в качестве подсказки будет выводиться значение вот этой переменной cnstr здесь уже не будет текста текст будет такой который у нас в значении cnstr ну что же давайте попробуем нет ли здесь ошибок загрузить текст в редактор старую модель сотрем длина основания ну пускай 60 ширина 40 вот подсказка длина низостойки от нуля до 60 как раз строка сформировалась правильно и пользователь теперь видит перед глазами какие он может вводить параметры может ввести неправильный параметр например минус 2 мне не прошло дальше 70 тоже не прошло и даже 61 не пройдет он может ввести 60 в принципе вы или у нас больше стоит то есть у нас работает только больше 60 если 60 введет то будет построен можно было конечно квадратную скобку поставить чтобы математически точное выражение было что 60 включительно можно потом будет поправить длина можно другими параметрами опять же ввести например длина основания 50 ширина 40 длина низостойки 10 вот такая будет стойка то же самое можно сделать и с другими значениями давайте для примера еще рассмотрим то же самое ширину низостойки скопируем ширина так здесь лимитирующим размером будет B это не C это у нас D D D D здесь обнулим чтобы он изначально был неправильным D больше B ну и здесь в этом сверху поставим еще DD здесь его закомментируем D D D вроде все правильно имитирующий B ширина 8D сравниваем с B D все D что же посмотрим D длина основания ну пускай 60 ширина 40 длина низостойки от 0 до 60 50 ширина низостойки от 0 до 40 ну пускай 10 будет узкая такая стойка давайте совсем узкую сделаем для частоты эксперимента и по одному размеру и по другому 60 40 длина низостойки у нас будет 15 ширина низостойки будет 2 например такая гуденькая совсем стойка получается аналогично абсолютно аналогично можно задать диалоги для ввода всех остальных размеров которые есть здесь попробуйте сделать это самостоятельно но помните что чем больше размеров вы параметризуете тем больше у вас будет возникать условий которые надо проверять эти условия надо обязательно вставлять в качестве условий для продолжения цикла while ну и связывать их с соответствующими логическими операциями логические операции здесь традиционные end конъюнкция or дисъюнкция инверсия node то есть вполне себе классический базис из трех логических функций можно их комбинировать как угодно вкладывая друг в другу вот эти выражения для логических функций что же попробуйте самостоятельно потренироваться либо на этом примере либо на каком-то своем задавайте вопросы если что-либо не получается это видео ставило перед собой цель именно показать путь решения параметаризации с помощью языка автолисп и среды разработки visual лист так что до новых встреч до свидания товарищи субтитры субтитры